С утра к театральной площади столицы стали стекаться люди. В этот майский выходной день всех их объединяет одно – желание принять участие в велопробеге. Я решил участвовать, потому что я люблю кататься на велосипеде и хочу кататься. Организаторы проводят инструктаж. Участникам объясняют правила. Главное – соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Рассказали и о маршруте. У самых маленьких участников, малышей до 8 лет, он был совершенно другой. Они остались кататься на театральной площади. Я участвовала в велопробеге. Я устала, но мне очень понравилось. За здоровый образ жизни – таков девиз сегодняшнего велопробега. Мероприятие организовано Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда Южной Осетии. Сейчас сколько участников? Ну, я так думал, что лучше. Очень старый шатуйц. Мы на следующий год будем готовы идти к республику и село в районе и сноуборда. Так что, крути педали! Такой масштабный велопробег в Южной Осетии проводится впервые. Участников более 100 – самому младшему велосипедисту 8 лет, самому старшему – за 60. Здесь царит удивительно теплая атмосфера. Люди не соревнуются, они помогают друг другу и даже обучают. Некоторые сели на велосипед впервые. Глава государства не просто присутствует на мероприятии. Он принимает активное участие в велопробеге. Анатолий Бибилов признается – без спорта не представляет своей жизни. И спорт в Осетии, в Южной Осетии в частности, в принципе, в Осетии является каким-то сакральным действием. Нет ни одного человека, ни одной девочки, ни одного мальчика, которым не занимался спортом. Поэтому вот это отношение, вот это стремление, опять-таки, продвижение здорового образа жизни – это великолепно. И, конечно, в этом я хочу еще раз огромное спасибо сказать Леве ТВ, спасибо сказать директору второй школы Михаиле Ульге. И, конечно, огромное спасибо всем, которые сегодня, сейчас участвуют. Все магистрали, по которым проходит велопробег, перекрыты для остального транспорта. Улицы Сталина, Хитагурово, Осетинская, Героев. Маршрут выбран не случайно. Организаторы хотели проехать именно по столичным улицам, привлечь внимание к здоровому образу жизни, мотивировать к участию как можно большее количество людей. И в то же время постарались, чтобы движение автотранспорта в Цхинвале не было парализовано. Участвовать неподготовленному человеку в велопробеге не так легко. Мы проехали всего лишь полпути, но силы уже на исходе. Но останавливаться нельзя, мы помешаем остальным участникам, поэтому едем дальше. Самым активным и старательным участникам, коллективам школ и организаций, вручили дипломы и кубки. Организаторы пообещали, что проведение велопробега станет доброй традицией, но призвали всех заниматься спортом каждый день, а не от случая к случаю. Ольга Цхавребова, Александр Кочиев. Информационный выпуск сегодня.